Здравствуйте, это Минский Курьер. Я, Андрей Лисовский, расскажу о наиболее заметных событиях уходящей недели. Новая пожарная часть открылась сегодня в Лошадце на улице Сырокомли. Подарок не только местным жителям, но и спасателям ко дню пожарной службы, который отмечается в Беларуси 25 июля. Теперь в районе значительно сократится время прибытия спасателей к месту происшествия. В любой момент дадут тревогу. Мы можем в течение минуты собраться и выехать в любую точку. А еще пожарная часть станет местом притяжения детворы. Ребята из детских садов и школ здесь станут обучать правилам безопасного поведения и знакомить с возможностями техники. Такой яркий день. Интересно сюда прийти, посмотреть что-то. В начале недели Менчан удивило появление колонны военных машин в районе улицы Калиновского. В Министерстве обороны пояснили, с июля по октябрь активный период боевой подготовки. И иногда маршрут колесной техники приходится прокладывать через короткие участки в городе. Не должна смутить горожан военная колонна и в это воскресенье. 26 июля с 18 до 19 она проедет от колодища через МКАД и проспект Победителей ко Дворцу Спорта. До 22 часов там пройдет репетиция торжеств ко Дню Десантника. Посмотреть же на боевые машины, как на музейные экспонаты, теперь можно и в парке Девевелка. Тут по этой технике фотографируются и дети, и взрослые. На этой неделе там установили БМП-2 и БТР-60. А в ближайшее время добавит еще один образец, непосредственно связанный с воздушно-десантными войсками. Название ее Нона. Это боевая машина Десант. Кстати, в будущем и сам парк планирует переименовать. Тут было болото, речка, ничего особого не было. А сейчас парк, ну на самом деле его облагородили. Место для отдыха, думаю, будет хорошее. От военной истории перейдем к современным технологиям. Найти маршрут к избирательному участку минчане смогут с помощью приложения «Голосуй». Вводим свой адрес, и на экране автоматически появляется адрес избирательного участка и контактный номер телефона. Проект абсолютно социальный. Студенты сделали его сами за счет своего рабочего времени. Инициатива прекрасная. Ознакомиться с биографией и предвыборной программой кандидатов в президенты теперь можно в один клик. Напомню, выборы президента в Беларуси 9 августа. С этой недели оплачивать проезд в трамваях Минска пассажиры могут смартфоном через мобильное приложение, к которому привязана банковская карта. Оплатить. Все, теперь оплачиваем. Это удобно для тех, кто не успел где-то купить талоны. Как сообщил телеграм-канал, Минск официально это можно сделать даже на остановке. Планируется, что с 1 сентября система заработает во всем наземном пассажирском транспорте. Появится ноу-хау и в городском автобусе третьего поколения, который Минский автозавод презентовал на этой неделе. Каркас у машины из нержавеющей стали, окна сделали еще больше, а информационное табло над кабиной теперь цветное. Многих порадует и то, что в каждом ряду сидений будет USB-порт для зарядки гаджетов. Обновляется в Минске не только транспорт. Жильцы дома номер 45 на улице Красина в микрорайоне Сосны не узнают детскую площадку. Здорово, чтобы детка упала где гулять. Здесь обновили игровое оборудование и небольшие скульптуры привели в порядок пешеходные дорожки. Для детей надо делать больше, потому что это же детки, особенно у нас. Я подходила очень хорошо. И надо сказать, что это не предел. Благоустройство двора продолжается. Наши корреспонденты также заглянули на улицу Голодеда. Это заводской район, где в подарок городу к 3 июля обновили спортивную площадку. Наконец-то баскетболка стала нормальной. В основном мы здесь играем, футбич и все такое. А в одном из дворов на этой же улице активисты провели товарищеский матч по волейболу между командами соседних домов. Активно благоустраивают дворы и в самом населенном, в Фрунтинском районе. Зачастую это делают по просьбам горожан. К примеру, жильцы дома на улице Бурдейнова жаловались на плохое состояние лавочек, разбитые пешеходные дорожки, ямы. Очень плохие были лавочки. И двор был плохий. А теперь все у нас есть. После обращения в ЖЭС ситуация изменилась. Произошло чудо. Не можем поверить, что эту лестницу нам сделали. Кто стучится, тому и открываем двери. Так что просим жильцов обращаться, а мы будем по мере возможности помогать всем. Если же ходить по инстанциям не в ваших правилах, вы всегда можете обратить внимание городских служб на какую-то проблему через рубрику «Примите меры» на портале minsknews.by. Проверено? Это работает. Кстати, вопросом ЖКХ и строительства в Минске будет уделяться еще больше внимания. Первым заместителем столичного градоначальника стал Дмитрий Микуленок. До этого он руководил Министерством архитектуры и строительства, а еще раньше – управлением капитального строительства города. Приятнее будет выполнять свои обязанности и сотрудникам администрации Центрального района. Там сейчас проходит ремонт, но внимание горожан уже привлек внешний облик здания. Его одели в вышиванку. Красиво поменялось по сравнению с тем, что было. Белорусский орнамент присутствует. Мне лично очень нравится. Фасад сменил белорозовый окрас на бежевый, а национальный узор на этом фоне выполнен в бело-коричневых тонах. Медики призывают неравнодушных минчан становиться донорами крови. И это не связано с коронавирусом. Открываются стационары. Необходима кровь. Столичная больница переходит к плановым операциям, и компоненты нужны при серьезных травмах, осложнениях при родах, после аварии. Запись на донорство крови ведется на сайте ядонор.бай. Спасибо медицинским работникам сегодня говорят и взрослые, и дети. Спасибо, говорю вам, за лечение. Желаю дальше людям помогать. В библиотеке имени Янки Купалы провели акцию «Подарок врачам». Малыши из приемных семей подарили свои картины сотрудникам Минской районной больницы. Разноцветные коты, попугаи, тигры, фламинго и другие экзотические животные и птицы украсят интерьеры педиатрического отделения. Очень красивые картины, очень яркие, очень такие жизнерадостные. Понаблюдать за настоящими зверями приглашает завтра столичный зоопарк. Там ярко отметят международный день тигра. Устроит и показательное кормление тигрицы Ярославой, для которой зоотехники приготовили специальный именинный торт. Те же, кто соскучился по культурной программе, могут оценить триенали современного искусства в дворце на улице Козлова. Холст, масло, скульптура, гобелен, нитки и стекло, какие только материалы не используют авторы. Есть опытные мастера, но также появились и новые имена и новые идеи. Впрочем, куда бы вы ни отправились в эти выходные, не забудьте захватить с собой зонтик. В субботу синоптики обещают хоть и теплую, но дождливую погоду. Воскресенье же, по прогнозам, будет солнечно. На этом у меня все, будьте здоровы и до встречи.